Всем привет, дорогие друзья! Для начала я немного расскажу о себе. Я сейчас заканчиваю магистратурой в Польше по специальности строительства. Инженера я тоже получал в Польше. Хочу поделиться с вами своим опытом того, как вам надо подготовиться и на что обратить внимание при поступлении в Польшу. А потом мы переместимся с вами в другое место, где пообщаемся с моими друзьями-первокурсниками, которые уже более подробно расскажут вам, какие документы надо собрать и как выглядят экзамены. Ну что, поехали! Первый пункт, и, наверное, это самый главный пункт. Вы должны решить на 100%, хотите вы поступать в Польшу или нет, как бы это странно ни звучало. Моей большой ошибкой было то, что я готовился на два фронта, это в Беларусь и в Польшу, так как боялся, что могу не поступить в Польшу. Хотя надо понимать, что если вы обладаете картой поляка, то вероятность того, что вы по ней потом не поступите, очень мала. Второй пункт, вы должны начать учить язык желательно 2-3 года перед поступлением. Делать вы это можете в различных польских школах. Третий пункт, полезно посещать занятия по профильным предметам на польском языке, который вы будете сдавать при поступлении. Это вам сильно поможет потом при писании экзаменов. Вы должны максимально привыкнуть к польским словам, чтобы могли больше концентрироваться не на языке, а на самой задаче, которую вам надо решить. Четвертый пункт, получить карту поляка. Этот документ могут получить только люди, у которых есть польские корни. Пятый пункт, программа в Польше немного отличается от программ в школах СНГ. Например, мы в Беларуси не проходили векторы по математике, а в Польше это проходит. Поэтому я рекомендую вам решать задачи по профильным предметам с преподавателем. Шестой пункт, существует всего три способа поступления. Первый это сдавай экзамены. Второй по карте поляка эти стату. Третий пункт это платное обучение. Какие преимущества поступления сдавай экзамены? Ну, безусловно, плюсом является то, что вы будете получать стипендию в районе 900 злотых. У вас будет зырувка, это год адаптации к польскому языку, где вам дадут какую-то базовую информацию для ваших профильных предметов. Какие же минусы такого поступления? Во-первых, вы будете учиться на год дольше. Во-вторых, вы немного подзабудете школьную программу. Так как в основном, подчеркну это слово, на зырувке никто почти ничего не делает. Какие преимущества поступления по карте поляка? Плюс в том, что вы закончите университет на год раньше. Для кого-то, может, это и не важно. Начиная с первого курса, вы можете получить социальную стипендию, которая составляет в районе от 400 до 1500 злотых. Со второго курса вы сможете получать еще дополнительно ректорскую стипендию за хорошую учебу. Какие минусы поступления по карте поляка? Вы должны понимать, что вы будете учиться наравне с поляками. Соответственно, надо сильно постараться первые месяцы, надо усердно учить язык, да и вообще много учиться на первом этапе, чтобы не отстать. Седьмой пункт. В технических университетах учиться сложнее, чем в гуманитарных. А теперь давайте переместимся дальше. Привет, Влад. Привет. Привет, Игорь. Привет. Ну, давайте сразу к делу. Первый вопрос. Где сдаются экзамены на поступление в Польшу? Мы сдавали в Белостоке, но и в основном все сдают в Белостоке экзамены. То есть это какое-то определенное такое здание, где там все... Да, мы сдавали в университете, например, университете Белосток. Все эти экзамены, получается, организовывают поляки, да? Да, да, в одном месте. Ну, то есть там аудитория есть, заходишь туда и сдаешь. Какие предметы вы сдавали там в зависимости от специальности? Если я, например, иду там на инженера, то какие сдаются предметы? Если кто-то там на гуманитарные, то какие им надо сдавать предметы? Ну, во-первых, все сдают польские подставовые, которые нужно сначала всем сдать, чтобы набрать определенное количество пунктов, чтобы пройти дальше. Кстати, перебью. Сколько надо набрать баллов, чтобы пройти дальше, сдавать другие предметы? Кажется, когда как-то по-разному это происходит, но вот когда мы сдавали, у нас это было 60-60. Еще в зависимости от города, к которому ты приписан. И у них могут быть разные пункты, да. То есть со всей, грубо говоря, страны приезжают туда в Белосток, все сдают, ну, у каждого разное время, да? Ничего себе. И пункты разные, потому что людей меньше поступают, например, с Минска, раз, вроде, там, 200 человек, а с Минска 100. Ничего себе. Все, наверное, пункты тоже разные будут. Как выглядит экзамен по польскому языку? Ну, сначала это слушание, вам диктует текст два раза. Диктует, именно диктует. Я вот, когда в первый раз услышал, что это будет слушание, то я думал, что это будет аудиозапись какая-то, хороший такой голос, но нет. То есть просто преподаватель стоит и диктует? Да, и, кстати, диктует два разных человека. То есть сначала один, потом второй. И нормально их слышно? То есть они в микрофон какой-то? Они говорят в микрофон, да. Да, но есть такие некоторые нюансы, например, что преподаватели могут быть с дефектами речи какими-то и... Проблемы. Проблемы, да. Ну, так что на это обратите внимание. Хорошо. Ну, поэтому два человека, наверное, говорят, чтобы... Да, ну, поэтому и два, собственно. А, это клево. Хорошо, то есть сначала идет вот это аудирование, что потом? Потом идет обычный тест, грамматика, там, не знаю, вставить какие-то слова, дописать окончание. Ну, просто... И там тоже надо знать историю. У нас даже, я помню, был вопрос, какой самый популярный батончик в Польше, там, Принцепора. И третья часть. Третья часть. Сочинение. Сочинение. 15 предложений. Там написано, да, по-моему, 15 предложений. Нет, в зависимости от того, что какая тема. Там немного даются места на А4 листе примерно, ну, может быть... Хорошо, а вы пишите... Там есть какой-то определенный список тем, например, 5 тем, и ты выбираешь на одну из тем, на которую ты хочешь писать. И вот что я могу обязательно в совет, это по-любому писать сочинение, если ты не знаешь, что писать, пиши, потому что оно очень сильно оценивается. И, грубо говоря, они видят, что написано, они так вот на диагонали его прочтут. То есть просто постараться как можно больше заполнить, знаешь, чтобы они видели... Да, да, да. Еще один прикол в том, то, что темы... Ну, то есть за все года они темы не придумывают новые, они все время повторяются. То есть из трех тем, если ты писал разные сочинения за прошлые годы, то оно будет 100%. Потому что перед экзаменом я читал одну тему, и оно было, это сочинение. То есть ты советовал, чтобы... Я такой, какой-то сам удивился. Я об этом узнал вот как раз-таки уже на экзаменах. Я такой, ну, ладно, сочинение напишем как-нибудь. Хорошо, а вы мне так и не сказали по поводу... Если я иду на инженера, какие мне предметы... После польского надо сдавать? Какие профильные предметы? Например, как мы на информатику сдавали, это физика, математика. Если ты будешь... Коммунитарные, науки... Коммунитарные, смотря кто. Например, право, это, по-моему, история. История язык. И язык, но только более углубленный. Углубленный язык, да. Получается, ну, подставовый это типа начальный уровень, а расширенный объем там больше, скажем. А расширенный ты имеешь в виду польский? Да, расширенный польский. Ага, то есть нет такого, что расширенная математика там... Нет, нет. Это именно по-польскому, да? То есть у вас она найдет, для информатиков она найдет, скажем так, начальная какая-то, а уже для них там она найдет расширенная. Математика дают по польской программе. Это был для меня сюрприз, когда я узнал. Там все по-разному, не так, как у нас. Конечно, даже математика там все по польскому, даже физика была по-польскому. Да, физика там другие обозначения по польскому. Да не то, что обозначения, там темы совершенно разные были. И темы тоже. Ну, там очень много отличий. Я готовился в основном к задачам, потому что были какие-то задачи и ответы. А вообще оказалось, что там была только теория у нас. То есть там 2-3 задачи, и в основном была теория, по которой ты должен реально там шарить. Поэтому ты рекомендуешь, чтобы подготавливаться чисто по польским тестам. Не так, что, например, какие-то там белорусские или российские решают там ЕГЭ. Именно если хочешь в Польшу, ты делаешь именно польское, то что оно отличается. Хорошо, такой вопрос. Все ли экзамены вы сдавали в один день? Два дня, по-моему, было. Два дня и третье собеседование. А, да. Да, вот так. Собеседование? Собеседование. Если ты не хватает... Есть возможность, что ты, да, пройдешь и без собеседования, и если у тебя там не хватает немного, взять и отправлять на собеседование. На собеседование тебе там чаще всего спрашивают про, почему ты хочешь учиться на этой специальности, и... Ну, вопросы по предметам. По предметам, историю иногда, и, допустим, какие книжки ты прочитал, очень часто спрашивают. Хорошо, получается, например, первый день это идет в польский, а второй день уже... Идет два дня подряд, ой, в смысле, два предмета подряд... В один день. Да. То есть это прям... С перерывом полчаса. Это можно реально устать, да? Это очень изнурительная тема. А сколько идет по времени экзамен... Хорошо, польский, сколько длится по времени? Там два часа где-то, да? Да, где-то полтора-два часа. И физика с математикой тоже где-то так. По два часа там. По два часа. Два часа. Точно помню, два часа. Помню, я всегда выходил за час. Не делайте так. Не надо. Да, лучше сидите до конца, потому что в конце можно списаться. Серьезно? Были такие случаи? А как, кстати, вообще контролируют там? Жестко или там? Они смотрят, но если тебя заметили со списыванием, то максимум в первый раз тебя отправят в конец куда-нибудь с аудитории, и там еще легче списаться. Или в начало, там тоже неплохо. Ну реально списывать все очень не смотрят. То есть есть такие случаи. Есть. Ну что, друзья, как видите, к нам присоединилась Лена. Хорошо, теперь если у нас не получается сдать экзамены, второй способ поступления – это карта поляка. Какие документы надо собрать, чтобы поступить по карте поляка? И как вообще выглядит эта процедура? Расскажи Лена нам, пожалуйста. Карта поляка – вы поступаете на условиях граждан Польши. То есть к вам такие же все требования за вычетом того, что некоторые универы требуют подтверждения знания польского языка. Вообще у всех университетов разные могут быть требования к пакету документов, поэтому лучше всего написать заранее в интересующий вас деканат и уточнить, что требуется от вас. И как ты говорила, это лучше в марте либо в апреле, да? Да, чем вообще сам процесс реквизитации идет где-то с начала мая, май-июнь. Регистрация. А к этому времени у вас должны быть готовы все документы уже, поэтому озаботиться их подготовкой надо чем раньше, тем лучше. Вот это февраль-март, вот вы, то есть, списываетесь с деканатом, спрашиваете, что от вас нужно, пишите, что я такой-то такой-то, имею карту поляка, хотел бы к вам поступить, имеете у меня такие документы, там будет аттестат, вы кончали школу, да? Что от меня требуется вообще, какие документы? И вам все подробно распишут. Это может быть, кроме аттестата, когда будет карта поляка? С апостелем. Что такое апостель? Апостель – это подтверждение как бы для европейских стран, что ваш аттестат легальный. Кроме вот аттестата с апостелем переведенного и карты поляка, могут быть от вас потребованы медицинская справка, подтверждение знаний польского, некоторые университеты могут взять сертификат польский, который выдают государственная комиссия польская, его везде вообще возьмут, это университет, это такой документ, если потом планируете получать гражданство польского, оно ему тоже пригодится, начиная от уровня B1. Вообще требует универа B2 чаще всего, а некоторых B1 доход в время знания языка. Некоторые университеты плюс проводят сами эти экзамены знания польского языка, то есть, ну, опять-таки, вам предложат это сделать, как правило, заходит оплата дополнительная. Если вы будете сделать этот международный сертификат, международный, государственная польская, то есть, это внутри страны действует, опять-таки, там регистрация на пару месяцев вперед, то есть, например, чтобы сдать в июне, регистрация дает, как правило, в апреле, и сам сертификат делается еще тоже порядка двух месяцев, то есть, вообще, в идеале, вам надо сдавать эти показания еще зимой, чтобы его иметь на руках. Такой вопрос. А сколько максимально университетов можно выбрать при поступлении? Сколько дошло в год, да. Сколько дошло в год, да. Хорошо, если я выбрал какой-то... То есть, во-первых, вашим желанием заворачиваться, там, делать какие-то, какие-то, там, таблицы в Excel, что, как будет требуется. С документами, да. Какие специальности, какие документы, какие сроки, потому что везде все разнится, и сроки, и документы. И деньгами. И деньгами, потому что рекреационный процесс, сбор такой, делается в каждом университете порядка 70-80 слотов вы должны будете оплатить за то, что ваши документы будут обработаны. Ну, при этом вы можете в рамках на университетах подавать документы, в некоторых можно даже на разные факультеты, в некоторых можете в пределах факультета выбирать разные специальности, то есть, такой составить рейтинг. Ну, в общем, как бы, если вы не проходите на первый керунок, то у вас первый, то у вас второй. То есть, всего только три специальности можно выбрать? Нет. Я сто процентов говорю, что можно четыре, четыре точно, потому что я подавался на информатику, инженерию данных. Зажим заня. Теперь это все трудно перевести на русский. Зажим занято... Управление. Да. Управление менеджмента. И на будовництво. Строительство. Ты даже строительство выбирал? Да, выбирал последним. Платежи – это еще тоже отдельная тема. Лучше всего завести заранее какого-то польского знакомого. Кстати, да, по поводу платежей это... Управление менеджмента нету польского счета, правильно? Поэтому все эти проблемы возникают. Когда известны результаты этого? Поступил ты или нет? То есть так, все перевели, вы отправили потом еще раз сканы в рекордационную комиссию, проверили, сказали, хорошо, вы регистрируетесь на сайте университета, выводите все данные, потом как бы все зарегистрировались и вывешивали стабилизию студентов, кто прошел, кто не прошел. Это где-то в июле вот этот список? Это в июле, да. В июле, да. В общем, вся эта возняст документ, и вообще будет расписано, первых, у вас на электронном ящике, вторых, на сайте универа. Вот, в некоторых универах, во Врословской, например, политехнике, в Ягелонке требуют сертификат ЦТ. Ягелонка – это в Кракове, да? Ягелонский университет. Вот, там нужен сертификат ЦТ, там нужно точное подтверждение языка, знание языка, и вот, то есть, сертификат ЦТ у вас идет к мотору. Централизованное тестирование – это в России, это ЕГЭ, у нас тут ЦТ называлось, да. Оценки этот остаток вам, к сожалению, урежут пополам и возьмут к мотору вашей желудки. Если у вас какая-то там престижная специальность, то вы, наверное, не попадете на нее, не сдавав в ЦТ. После того, как вы зарегистрировались на сайте, всем неверным, когда вы подали документы, надо послать регионал. Ну, то есть, грубо говоря, они тебе говорят, все, ты зачислен, но теперь привезет оригиналы, и мы их сверим. Ссылаете в интернете заверенной копии, либо вы ездите по своим университетам с копиями, с оригиналами, приводите предупрежденную комиссию, показываете, вот оригинал, вот копия, они все сверяют, сказали, все в чате, и говорят, все хорошо, спасибо большое. Предварительная такая рекрутация. Вы прошли по своим баллам, вы подтверждаете, привозя оригиналы к документам, что вы хотите сюда поступать. Опять-таки, если у вас там выбор из трех, ну, как бы еще не окончательно поступили. Чтобы еще поступить, опять-таки, вы должны в несколько универах сводить вот эти вот документы, подстраховаться с оригиналами. Не окончательно почему? Потому что ты появляешься на листе кандидатов, там, может быть, 10 тысяч человек, условно 10 тысяч, да, а вот уже потом на листе принятых, там уже, ну, проверить. Что-то в том, что идет несколько наборов. Да. Потому что все подают документы в праздном университете, и, например, вы можете не проходить какой-то один, вот, наверное, в начальном этапе, но потом кто-то другой решит туда не поступать, не привезет оригинал. И такое бывает? Да, и такое бывает, конечно. У вас появляется место, да. Обратите на это внимание. В августе, скажем, второй набор, и вас туда уже взят. Да, дополнительно. Вот. Ну, или еще, когда не хватает вообще места на факультет, чтобы организовать его, то организуют вот тоже дополнительный набор. Я могу добавить одно, что если какие-то непонятки со стороны документов, вы не знаете точно, вы не можете найти на сайте, такое тоже бывает, какие документы, смело пишите на почту университета. Как часто они отвечают? Отвечают ли вообще? Они отвечают всегда. Хорошо. И очень хорошо, да. То есть желательно позвонить или написать? Или без разницы? Знаете, лучше писать. Во-первых, можно на что-то опустить по телефону, во-вторых, как бы... Не понять. Может быть, еще у вас на таком хромом уровне, что-то недопоймете, будете спрашивать, переспрашивать, как бы вы точно знаете, что вы написали, вы точно знаете, что вам ответит. Да. Поэтому переписка – это лучше. Вот. И как бы вы завязывали в журнал документов, вы подтвердили, что будете поступать, после этого публикуется окончательный список, где вы проходите, вот, и, собственно, все. Вам высылают по почте, потом подтверждение, как бы там, какого-то запрошения. Матрикуляция. И матрикуляция, да. Есть такое слово? Да. Я не знал. Если вы, скажем, поступили, скажем, в три универа, везде поступили, я на всякий случай писала, там, где я не собиралась учиться, что типа, «Сорян, я никогда не приеду, можете взять кого-нибудь на другое, другого на мое место». Но вообще, официально вы делаете, становитесь студентом, когда вы приезжаете уже в сентябре-октябре, после этого зачисления, официально вы идете в декабрь, подписываете договор с универом, что вы приходите учиться, что соглашаетесь там на плату. Скажем, в бароках, когда у вас какие-то предметы не сданные, там, пишется почасовая плата. В восемь лет вы подписали этот договор, вы официально становитесь студентом. До этого вы не сможете. Можете радоваться. Да. Ну, вообще, нужно радоваться после дня. Ну да, то есть, грубо говоря, если в июле вы уже на этом списке, то это уже, там уже просто формальность. Если у нас не получается поступить по карте поляка, что очень маловероятно, если у нас нету карты поляка, это платное обучение. Сколько стоит платное обучение? И какие документы надо подавать людям? Документы почти не те же. Единственное, что вам не нужна, допустим, карта поляка, и почти везде всегда нужен сертификат. Сертификат знания языка. И обучение везде разное. Вот некоторые университеты есть и по 500 евро в семестр, а вот в основном это где-то 1000 евро в семестр. Например, у нас на информатике, на политехнике это 1250 евро в семестр. Так что, как видите, все зависит от университета. Ну, это в районе так вот, 500, там до 1500, наверное, где-то за семестр. Зависит от специальности. Так что постарайтесь подготовиться, желательно сдать экзамены. Если не получится сдать экзамены, постарайтесь любыми способами получить карту поляка и поступите по этим двум способам. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибо моим друзьям. И вам счастливого поступления. Подписывайтесь на меня. Всем пока. Колокольчик обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok